Девчоночки, огромный всем привет! Я начинаю новое видео, добро пожаловать ко мне! Я вообще на больничном, да, на больничном, но не потому что я заболела, как вы видите, я уже довольно-таки бодра, весела, вот, но последствия вакцинации, второй вакцины были очень-очень тяжелые, что мне пришлось брать больничный, потому что я не в состоянии была идти на работу. Конечно, мне нужно было, в принципе, лежаться одним днем, но дать больничный на один день, в принципе, не могут, поэтому у меня, ну, 3 дня, грубо говоря, получается, завтра я уже иду его закрывать, так что все хорошо, все нормально, да, перележала, была высокая температура, ломала все тело, мне кажется, болела даже кожа, кожа вот и на голове, и везде, ну, я разваливалась, я разваливалась, и было очень сложно, конечно, я не знаю, как другие переносят вакцинацию, но для меня это оказалось очень-очень сложно, вот, ну, а вообще, сегодня мы с Ашулей ездили сдавать кровь, решили заранее брать все документы, справки для поступления, вот, и, как оказалось, хорошо, что заранее, потому что это все непросто, и, несмотря на то, что мы сдавали кровь на спид, и, как мне кажется, это довольно-таки анонимная такая процедура, да, что, не сообщая никому, я могу пойти сдать кровь, провериться, да, но, как оказалось, чтобы сдать кровь на ВИЧ, нужно взять электронное направление, а чтобы его взять, нужно взять талончик лечащему врачу, а чтобы к нему попасть, это ой-ой-ой, как сложно, потому что талончиков сейчас нет, и девушка говорит, что я не могу у вас взять кровь, потому что мне за это не заплатят, вообще просто, вот, просто странно, это все напрягает, а в лучшем случае, вот, я дозвонилась, талончик взять только через неделю, и то, я же буду работать, это вот у меня сегодня такая возможность выкроилась, что мы могли поехать и сдать кровь, вот, ну, просто невозможно, нереально, не знаю, у меня вот в среду нет уроков, а в среду они не работают, а в субботу они тоже не работают, и как хочешь, крутись, а так как Сашуля у меня тяжело переносит сдачу крови, она там теряет сознание, у нее кружится голова, то, конечно же, нужно, чтобы кто-то был, чтобы была поддержка, одним словом, мы договорились, что направление мы возьмем попозже, кровь мы сдали, все сделали, но хочу сказать, что есть такое, знаете, большое желание позвонить на горячую линию, либо куда-то в Министерство здравоохранения, и сказать, что же они вот сделали, и такую реформу, которая, ну, полностью напрочь убивает все возможности, да, для того, чтобы просто пройти обследование элементарное, вот, так что, была ВТБ, покажу вам сейчас свою закупочку, еще заехала, заплатила страховку за автомобиль, которая уже закончилась, да, вот, ну, все, я уже спокойно, все есть, все сделала, вы знаете, вроде такая небольшая, совсем маленькая, но на 500 гривен вышла, как-то цены совсем выросли, вот, так что, покажу, что купила, и, смотрите, прикупила себе вот такой пакет, ну, плотненький, он, по-моему, 11.90 стоит, у меня уже есть такой с картинкой в виде кофе, но мне, как всегда, мало, потому что очень удобно мне в таких пакетах именно тетради носить, потому что они тяжелые, а пакеты такие, знаете, плотненькие, ручки такие хорошо прошитые, выдерживают все, вот, конечно, рассветка осенняя на осень вообще бы идеальна, мне кажется, знаете, в сентябрь супер, но, думаю, ничего, тоже сойдет, ничего страшного, но, знаете, все равно так абстрактно, ни к чему не обязывает, так что, покажу вам свои покупочки, ни много, ни мало, но что-то я тут накупила, сейчас выложу и расскажу, покажу, что. Так, ну, вроде бы все поместилось даже на стол, сейчас все подробнее расскажу, покажу, Сонька там птичек выглядывает, наблюдает, у нее релакс. Из еды я прикупила, взяла себе вот такие вот вкусняшки, это такие казинаки, но они не на сахаре, а на лактозе, по-моему, ну, как бы, как бы полезные, я люблю вот так, знаете, одну маленькую взять, перекусить, мне очень удобно, 5 с копейками стоило, дальше вот такие вот печеньки Мария, это мне очень удобно брать на работу, девчонкам в школу тоже очень удобно брать, такая упаковочка, знаете, ну, хватает ее даже, в принципе, на раз накушаться, вот, тоже 5 с чем-то была, поэтому, ну, по-моему, по акции, и вот эта фирма очень вкусная именно Мария вообще, поэтому взяла 2 штучки, Димасу взяла вот такие 2 пюрешки Чудо Чадо 12.90, фруктовый салатик со злаками и со вкусом печенья, ну, так, просто на перекус, конечно, такое мы особо не употребляем на постоянной основе, иногда, знаете, когда забрали из садика, и вот сразу ему прям чуть ли не с порога нужно что-то покушать, тут либо печеньку дать, а это не всегда есть хорошо, то пюрешка вообще выручает очень-очень здорово, вот такие печеньки 10 с копейками тоже взяла, ну, так, чтобы было, знаете, на всякий случай к чаю, тоже фирма вот эта, поэтому очень вкусная, хлебушка, конечно, прикупила, вот такой батон, очень подорожал уже, ну, как очень, был 14.20, потом 15.20, теперь уже 16.20, так что, ну, взяла хлеб, то есть все равно нужно покупать, и взяла вот такой черный хлебушек, знаете, вот прям в последнее время очень хочется, прям вот, душа требует черного хлеба, это у нас какой-то жидней, бездрожжевой, ну, как бы написано, что здоровое питание, прям 9.99, вот, но это для себя, девчонки такое не едят. По акции последнюю, по-моему, упаковку взяла чая, классик грей, ну, как бы с бергамодом он позиционируется, здесь 40 пакетиков и плюс 2, вот, по акции 24 с копейками он был, вот, ну, поэтому я забрала, потому что с бергамодом мы очень любим. Также себя по балу взяла вот такие вот хлебцы карамельные, ну, это вместо десерта к чаю, две штучки взяла, так они стоят 12 с чем-то, по акции 9 с чем-то были, вот, тут всего лишь 3 вот таких хлебца, ну, очень удобно, знаете, тоже так, на один раз с чайком очень класс. И также Димасу взяла вот такую упаковочку соков карапуз, это было именно на детском питании, было по акции 25 с копейками, 3 плюс 1, также, чем оно отличается от садочка, например, тем, что тут такие более полезные, ну, не составы, а даже вот соки, например, яблоко персик, просто яблоко, еще просто яблоко и яблоко шиповник, то есть в обычных вы шиповником точно не найдете, а именно вот в таком детском формате есть более полезные, ну, естественно, конечно же, без красителей, без всяких консервантов и так далее, так что взяла. Ну, а дальше, а, из еды у нас еще вот такие хлопья стар, именно пираты, Сашуля говорит, что в последнее время самые любимые, самые вкусные, поэтому взяла, они, по-моему, тоже были по акции, 33 с копейками за 330 грамм, такая небольшая упаковочка, ну, в принципе, на неделю нам такого хватает. И дальше это бытовые такие покупки, взяла вот такие губки, своя линия, 13 с копейками они были, я вообще не очень люблю вот такие пупырчатые, вот, ну, знаете, это такой расходник, прям, знаете, можно каждый день менять, ну, может, не каждый день, но раз в три дня точно можно выбрасывать менять, поэтому всегда дело нужное, я купила, пусть будут, чаще будем менять, вот, и такие же взяла, хотя мы в последнее время не пользуемся такими салфетками, больше из микрофибры, но мне понравилось то, что тут есть и голубой, и розовый, поэтому тоже так, знаете, потом не жалко выбросить, 15 гривен эти стоили с копейкой, и эти 13 с копейками, да, вот, также взяла влажную туалетную бумагу, вот такую, она, конечно, может быть не самого лучшего качества, именно вот оформления, потому что вот этот клапан, он часто отрывается, и туда попадает воздух, и сама бумага высыхает, но они были по акции, и почему бы не взять 15 гривен, тоже, наверное, с копейками, я взяла, тоже дело хорошее, пускай будет, тем более, когда привлекательная цена, и, как вы понимаете, от души запаслась, жидким мылом вот таким, это АТБовский формат тоже, мы используем, нам нравится, взяла два таких, и два таких, по 10 с копейками, почему бы не взять по бюджетной цене, расходуется у нас мыло очень хорошо, его я использую именно чисто для мытья рук, в ванную, и, ну, как говорится, пусть запас будет, вот, также взяла вот такую зубную пасту, одна была по акции, другая была просто, это была по акции, по 44,90, ну, 45, если округлять, небольшие такие упаковочки, по 100 мл, это обычная такая, каждодневная защита, а это отбеливающая защита, тоже на каждый день, вот, ну, Сенсадин, хорошая зубная паста, поэтому, когда привлекательная цена, ну, вообще, вот здесь была акция, вторая была по полной цене, как я понимаю, вот, так что прикупила зубную пасту, тоже дело нужное, купила полиэтиленовые пакеты, типа майка, я их, конечно, взяла не для того, чтобы брать с собой в магазин, нет, просто те, которые у меня есть, голубые, они какие-то маленькие, поэтому, эти уже проверенные, я их как-то покупала, знаю, они такие, не маленькие, хорошие, тут 100 штук, думаю, на какое-то время нам хватит, поэтому взяла, 22 с копейками не стоили, и, также прикупила, клеевой пистолет, 69 с копейками, ну, если округлять, 70 гривен, зачем купила, ну, просто, чтобы был, потому что, мы, конечно, особо не рукоделим, ничего такого не мастерим, но, детей у нас немало, я думаю, что какие-нибудь поделки, в детский сад, туда постарше, Димас будет, уже нам придется приносить, сдавать, и, я думаю, клеевой пистолет, вообще, очень необходимая вещь, просто, чтобы была на всякие случаи, поэтому я взяла, тем более, знаете, обычно, когда есть акция на них, то их нет, в этот раз, был выбор даже, их так было, ну, штучек 5-7, наверное, поэтому я взяла, тут сразу в наборе идет, три стержня, вот, ну, надеюсь, что все с ним хорошо, он будет работать отлично, тут упаковка, на самом деле, запаянная, сразу вот так и не проверишь, так что, теперь у нас есть клеевой пистолет, так что, вот и все мои покупочки, и покупки у меня вышли, практически на 500 гривен, 496,70, ну, вроде бы ничего, а так, почти 500 гривен, а теперь, девчонки, я предлагаю вам вместе со мной приготовить фунчозу, я нарезаю курочку соломкой, и потом ее буду обжаривать, но, как вы понимаете, на кухне без помощников не получается, ждешь, выпрашиваешь, да? Да? Хочешь? Тоже мясо хочешь, да? Скажи, хочу ей. Фунчоза, по-другому, если ее назвать рисовая вермишель, нечастое блюдо в нашем рационе, но иногда, вот, девчонки просят что-то вот такое экзотическое, возможно, конечно, я готовлю ее абсолютно неправильно, но, я так понимаю, в принципе, фунчоза, это такое проявление творчества, можно туда добавлять все, что хочешь, возможно, есть классический вариант рецепта, но у нас он свой, я вообще, изначально планировала добавлять перец сладкий, да, болгарский, но потом передумала, потому что девчонки мои не очень его жалуют, и у нас, как всегда, работает классический вариант, это кукуруза, во все блюда она придает и сладость такую, и, в принципе, с соевым соусом она очень хорошо дружит, поэтому я вот так вот в сковородку все это смешиваю, прогреваю, потому что отдельно ее не добавляю, чтобы она не была холодная, а подружилась сразу с курочкой, и в кипятке замачиваю саму фунчозу, да, рисовую лапшу, и потом добавляю ее вот так вот в сковородку, все перемешиваю, добавляю соевый соус, и все, все готово, очень быстрое блюдо, мне кажется, и безумно вкусное, так что, если вы любите фунчозу, пишите, пишите, с чем вы ее готовите, какие добавляете ингредиенты, овощи, и не только, мне будет очень-очень интересно, конечно, идеальные хозяйки умеют приготовить блюдо и не замазать, не забрызгать поверхность, но я к таким не очень отношусь, поэтому мне приходится после приготовления сразу же протирать, убирать поверхность, что я сейчас и делаю, я использую сперва сиф для кухни, и также бумажное полотенце, все очень так хорошо вытираю, от грязи, от брызгов, от жира, да, и потом воспользовалась фрекенбок, средство универсальное, и как бы тряпочка уже микрофибровой, полирую поверхность, потому что она у меня стеклянная, тому, конечно, не всегда все идеально это выглядит, но во всяком случае чисто, и занимает очень мало времени, поэтому вот так вот с помощью бумажных полотенец можно в принципе добиваться всегда чистой поверхности на кухне, ну а я заодно немножечко вас замотивирую на какие-нибудь хорошие дела по дому, Субтитры делал DimaTorzok Ну а тут мне захотелось с вами поделиться таким небольшим своим уединением которое бывает у меня крайне редко но я так люблю вот так в тишине взять ежедневник который я в принципе особо не веду но прям есть в последнее время такая вот потребность собрать свои мысли, что-то записать, что-то наметить какие-то планы ну конечно же и по рабочим процессам тоже необходимо какие-то записи делать мне очень интересно напишите ведете ли вы ежедневник либо записываете какие-то планы вообще что-либо планируете вот так не просто в голове а именно вот как говорится на бумаге в блокноте, в ежедневнике конечно сейчас есть гаджеты и можно в телефонах все это планировать но иногда так приятно взять ручку в руки и что-то пописать, пописать отобразить свои мысли на бумаге а я на этом с вами буду прощаться у нас сегодня с вами состоялась и закупочка и мы с вами приготовили и даже немножечко убрались мне очень было приятно, что вы провели это время со мной мы с вами увидимся совсем скоро в следующем видео буду рада вашим комментариям, лайкам и всем пока!